Я у всех спрашиваю, как ты маринуешь шашлыки? Чем ты маринуешь? Я обычно добавляю специи, какие мне нравятся. А какие тебе нравятся? Если ничего нет, то мне достаточно просто соли и перца. Если что-то есть, здесь сейчас я добавила еще паприку. И все на этом. Если мне чего-то хочется, все, что вам нравится, все можно добавлять. Но я хотела, чтобы ты особый рецепт какой-то разложил. Твоя мама, тетя Надя, такое все вкусное готовила. Вот я приехала в Украину, только приехала. И тетя Надя, вот первый, кто был, как показала, как пюре, как вкусно готовить пюре. А теперь вкусно готовит твой брат. Да? А тетя Надя, как она готовила. Так хотелось мне ее снять. Ну, жалко, что тетя Надя нет, царство и небесное. Но это был человек с большой буквы, самый добрейший, самый лучший. Ну, вот я не знаю, такая тетя Надя была. Прекрасная женщина. Эх, жалко, жалко. Я, кстати, у Оли и жила одно время. После того, как училище мы закончили, я вообще жить и жила. А потом и у Оли бывало, что жила. Да, Оля? Да, было время. Да. Я так любила из вашего окна смотреть на проспект, там, где машины ездят. А у нас не видно. Оля жила на Московской площади. Было видно, я тебе, когда я операцию на глаза делала, с мамой мы были. Наверное, зимой это было, потому что это самое, потому что так у нас... Так видно было. И я так сяду и смотрю в кресле на эти машины. А сейчас уже понятно, сейчас у вас там высотные дома застроили. Где ты там что увидишь? Нет? Видно? Ну, сейчас есть дома вокруг. Не видно? То есть, а как тогда, ты говоришь, не видно, все видно? Нет. Ты, наверное, чего-то путаешь. Я не путаю. Я видела машину. Я помню, когда мне операцию на глаза делали, мы с мамой жили у вас. Да. Вот, и я одним глазом сидела и смотрела в окно и видела, как машины ездят. Так большой мост был, далеко было видно. А, на мосту, да. Да, на мосту было видно. Как мы с тобой, оказывается, давно не виделись, что столько новостей, что столько новостей. Я думала, ты все обо всех, ну, половинку давай, вот так, хотя и мелкие ты знаешь, а ты, оказывается, много чего. Давно не встречались. Мы с тобой встречались, когда еще папа был, да, последний раз? Нет, да, да. Или еще раньше мы встречались. Папа, по-моему, был жив еще. Я помню, что мы с тобой встречались, когда маме стало плохо, мы с тобой ездили ее забирать. Да, 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 я за рулем, мы с тобой поехали, забрали. Ага, капуста это сюда. Перекидывай туда огурцы. Туда, думаю, да? Ну, сейчас, подожди, я уже здесь нарежу. Вот так. Тогда мы ездили, тогда же у тебя еще была, ну, такая же была машина, да? Такая же марка. Чили, Чили Тига один или Чили Тига два, ну, то есть, другая, немножко другая. А это уже пятая. Это пятая уже. Этот, конечно, краще. Ты знаешь, я боялась, я ударилась об столб той машины, и после этого я очень долго боялась садиться за руль. У меня я снесла зеркало, сначала правое снесла. Пришли, тут Глебом как-то его собрали, ехать домой, было темно. Мне не понравилось, как Глеб едет, я дорогу не вижу, мне лица мой, короче, говорю, вылезайся, а я поеду. Не шубь, не ударила? Не, поехала, нормально. Это уже после того, как снесла зеркало, я ездила так. Ну, зеркало это еще полбеды, понимаешь, а я же там мотор повредила. Не, я никуда, так серьезно никуда не бежала. Да вроде бы, Оля, я вообще скорости не была, я вообще только мельно, тормозила уже. Что меня понесло? Не знаю, так, Галя рядом сидит, а я так дынся и все. И долго я, а я думала, а вдруг там человек был бы, знаешь, и так я испугалась, что я больше уже не садила. А сейчас, слава богу, оказывается, чем мощнее машина, тем меньше боишься и ездишь спокойно. Когда в воскресенье ехала на работу, пустая дорога, говорю, нет, лучше не ездить по пустым дорогам. Когда много машин, гораздо проще ехать, чем когда была самая свободная дорога. Короче говоря, еду на Лукьяновке, я перестроилась в левую полосу, а кадр на поворот встал. Думаю, сейчас объеду, говорю, не глянула в зеркало. Короче говоря, мы втроем, ну, парнишка объехал, мы разъехали, все хорошо. Он чуть отъехал, смотрю, остановился, передо мной бегает правым поворотником. Думаю, что он, ну, пока сообразила, он уже высунул руку в окно, показывает меня. Хватит, наверное, этот самый. Давай здесь будем перемешать, там мало будет места перемешать. Сюда давай, сюда, да. Хватит, наверное, давай перемешать. Еще один помидор давай. Умало будет помидора, я тебе точно говорю. Слышишь, еще что хотела сказать? А когда ты машину эту купила? Ну, два года, в 21-м. А, в 21-м купила, ага. Я права получила, знаешь, когда? Когда? В 22-м я сдала, 24-го января 22-го года, за месяц там. А должна была сдавать я, этот самый, 24-го марта. А-а-а, ты представляешь? Я, первые свои шаги, этот самый я делала, как раз, когда были блокпосты, змейку отрабатывала на блокпостах. А я с папой первые разы ездила, так папа говорит, ну, ты лучше не есть пока, говоришь. Я говорю, папа, как это не есть, давай, я же не научусь так, так ездила. У нас масло Глеб сам делает из семечек. Да ты что? А как это? Ну, он купил себе это сам маслодавку электрическую. Ага. И теперь... Понятно. Масло свое, пахнущее, пахнущее. Да. Ну, оно не сильно пахнет, потому что семечки не жареные, но все равно вкуснее, чем... Зато, сто процентов, что оно натуральное. Ну, да, действительно, шашлычок готовится. А, сначала с Глебом познакомь, познакомь с Глебом сначала. Так. Ну, знакомьтесь, это Глеб. Это Глеб. Очень приятно. Ну, я вообще была знакома с Глебом, только он был такой полный, упитанный такой. Ну, наверное, как говорят, коронавирус. Коронавирус съел убитонность. Да, понял. Это год назад весной нам подарили дать. Так. И начали мы ее осваивать. Получили мы это все было сплошной газон. Ничего не было вообще. Ну, вот то, что большие деревья были, больше ничего не было. Олечка хозяечка, уже посадила. Вместе с Глебом, да, посадили. Или ты огородом занимаешься? Я огородом занимаюсь. Понятно. Этот самый... В этом году что-то... Он в прошлом году росло в лусце, в этом году не очень. Баклажанчики мои. Баклажан. Да ты что! Никто не рискует баклажаны садить, а ты рискуешь, рисковая ты. Причем у меня были... Я их посадила очень поздно. У меня было 9 кустиков баклажанов. Но килограмм баклажан с них я собрала. О, так это хорошо. Я так в последнее время баклажаны стала полюблять. Причем были у меня вот... Вот там вот этот кусочек как раз растет. Я покупала смесь разных сортов. Там были и белые, и круглые, и длинные, и всякие-всякие разные. Ага. А здесь это... Это самые уже сортовые, такие... Это самые четкие... О, уже цвести будет. Оля, а у тебя же там, у мамы, в село было... Участок был, дом был, хата была. Да, да. Дом есть. Дом есть. Стороны Бородянки, кстати. Да. Меня туда уже не тянет. Не тянет уже, да? Твоя мама хозяечка была. Сколько там было огорода? Мы с Олей такие дурные были. Помнишь, в 86-м году или 87-м? С тобой еще побежали и загорали возле Чернобыльской там, получается. Еще бегали загорать. Радиацию хорошо получили. Тут у меня помидорчики. Угу, помидорчики. С базиликом. О, базилик. Пахнет, пахнет базилик. Да. Тут сад, поскольку участок маленький, поэтому сад у нас колоновидный. Ага, колоновидный будет. Две груши, яблоко, черешня. Груши, вот две. Вот одна, вторая, яблоки. Яблочко, это черешенка. Ага. А, так у тебя все есть, видишь? Все посажены в прошлом году, вот эти вот кусочки. Это в этом году. Даже персик у меня вот растет. Да ты что? Когда его нужно откопать? Откопать. Пока у меня неделю не было, заросла полно. Оля работает, поэтому она сюда только наездами на два дня, да, Оль? Нет, ну сейчас в отпуске, поэтому... Ну, с вчерашнего дня. Со вчерашнего дня вчера приехали, поэтому будем заниматься. Ага. Вот потихонечку капуста брюссельская у меня растет. Обычную не хочу сажать, ее можно купить. А вот брюссельскую, как правило, не продают даже. Да, понятно. Я ее очень люблю, поэтому посадила. Два куста сельдерея. Баклазады вот одного посева, только эти три полудухлые. И еще. Да, не вычухивает. Ну ничего, сейчас ты их вычухаешь в отпуске. Огурчики, я смотрю, у тебя есть. Да, огурчики тоже займусь. Надо уже подвязывать, чтобы они не падали на землю. Это зимолость посадила попробовать, что оно такое. Орех, я смотрю, у тебя тут растет огроменный. Потому что мы его срезали, потому что... Правильно, да, он будет затенять. Здесь, это Глеба кусок огорода, это Глеба физалис. А физалис, да? А что он с него делает, с этим физалисом? Он просто его ест, он, в принципе, очень даст и вкусный. Да? Да. Ясно. Так, я вспомнила, что аккуратно там помидорчики мелкие растут. Где? Все, ты не наступи, Анна. Все, Люба молодец. Не наступила. Так. Вот перчик. Он, видимо, будет подпаливать его, потому что... Что-то не хочет расти. Перчик? Да. Бутоны уже повыбрасывала, но очень мелко что-то. Перчик. Что-то не хочет он расти. По поводу картошки сейчас покажу. Это вот физалис, который в прошлого года сам вырос. Сам вырос? Лучше, чем тот, который... Да не говори, лучше. А что тут у тебя черное накрыто? Тут вот кусочек этот самый картошки. А, картошка? Один кустик картошки все-таки посадила? Нет, это там росло в прошлом году, видно, не выбрала его. А что, ты в этом году картошку решила не садить? Не сказала, нет. Да, там ничего. А твоя мама садила, боже мой. Картошка это не моё. Сколько, сколько... Картошка это не моё. Это у меня кабачки патиссоны. Ага, кабачки патиссоны. О, самые шикарные кабачки патиссоны. Да. А то вишня? Ну, черешня. Черешня? Да, но в этом году нам не досталось. Почему? Мы съели птицы. Птицы, да. А, блин, вот эта птица в этом году и Таню мучает. Мы на несколько дней уехали, и птица съели. А что это вот это черным-то накрыло? А это у меня технология, я так перекапываю землю. Просто саму траву копать сложно, поэтому накрываю её на лето агроволокном. Она выпривает под ним, а потом очень легко перекапывается, как будто не траву копаешь, а просто землю. Понятно. Оля любит технологии применять. Да, что-то новенькое. Да, да, да. Что? Что? Ну, уже давно горят. Горят? Так перекручивайте. Вот до дачи. Ещё надо, Оля, приводить в порядок. Белый налив и слава победы Терёщевым. Традиционные яблоки. Традиционные яблоки, да? Да. Ясно. Вот это будет у тебя яблок и всего-всего. А это сирень такая огромная. Это сирень была. Сирень? А, тоже орех. Боже, сколько у тебя орехов, конечно. Боже мой. Это вот мы ещё срезали один орех. Тут было три ореха. А водичка у тебя есть, да? Водичка, ну вот колодец. Ага. И скважина есть. Клодец. Ага, сейчас покажу скважину. А скважина глубокая? 22 метра. 22 метра? О, глубокая, да. А второй этаж у тебя там рабочий? Второй этаж есть, комната там есть. Комната есть, можно ещё. Ну, как я говорила, там второй этаж для молодых и креплых. Потому что лестница не крутая, то мне неудобно лазить. Сейчас покажу. Можно показать твою дачу? Вот хорошо. Тут предыдущие хозяева собирают феранту делать. Я думаю, что это стоит использовать. Будешь делать тоже, да? Так, на второй этаж отсюда. Откуда? А, вот лестница. На второй этаж. Боже мой. Оля, я туда не поднимусь. Не буду подниматься. Я сейчас говорю тебе, чтобы для молодых и трезвых... Для молодых и трезвых это действительно. Здесь вот такая комната. Здесь ещё спальня. А ещё у Оли здесь есть секрет один большой. Так, вот ещё такая комната. Ну, это комната большая, Оля, да. Большая. У Оли есть секрет, смотрите, какой. Собственно говоря, там гостиная, а тут просто спальня как раз этот самый. Да, да, да. И вот, смотрите. У неё есть печь, на которой можно готовить с дровами. Это тоже классно, между прочим. Газ, говорит, есть, только проходит рядом. Справа, с левой стороны проходит газ. Это ещё не всё, что у меня здесь есть. Да это шо? Секреты вполне. Я тебе говорила, у меня ещё духовка есть. А, духовка ещё есть? Куда-то ей надо добраться. Она вот тут спрятана, видишь? Ага. А-а-а. Самая настоящая духовка. Духовка, класс вообще. Да, хозяева предыдущие, конечно. Тебе работай, Оля. Работай и работай, конечно. Да, я буду провести ещё эту току. Угу, это точно. А здесь были окна, да? Да. А зачем же они его заделали? Ну, если бы они хотели делать здесь санузел, поэтому заложили окна. Ну, я бы сделала, допустим, это окно, может быть, это самое, сделала или меньше, или заложила. А там бы вполне можно было бы оставлять, была бы экономия на свете, чтобы повесить занавеску или матовое стекло поставить. Да, да, было бы. Как я вам уже и говорила, с Олечкой я хотела вас познакомить давно-давно, потому что мы с ней дружим даже больше лет, чем с Таней. Я приехала в Киев в 86-м году. Как раз Чернобыль в мае бахнул, а я осенью, в сентябре приехала, потому что открывался учительщик, мастер-цветовод-декоратор. Это Тамара училась в аспирантории, вызвала меня, я приехала, и первая, с кем познакомилась, это с Олей. Мы с ней подружились, она говорит, хочешь, я тебе Киев покажу? Говорю, покажи. И вот мы так, она к себе домой пригласила, с тетей Надей познакомила, очень добрая мама, как я уже говорила, был просто человек человечащий был. И папа был очень добрый тоже у Оли. И мы с Олей так подружились, и везде ездили вместе, и в походы ходили. И много-много у нас общего было с Олей. Потом как-то так уже, когда, а, и еще, мы закончили училище, пошли вместе работать в Зеленстрой рабочими. Пошли вместе работать. В одной бригаде работали даже мы. Да, несколько лет. А потом уже понемногу-понемногу Оля уже ушла на другую работу, и мы встречались, но реже-реже-реже. Вместе были, как родные сестры, да, Олечка? Да. Ну, а потом что-то так растерялись. Ну, сейчас снова нашлись. А Глебом я еще только вот второй раз свяжусь. А Оля собирается. А что, на улице будем, да? О, какой стол у вас здесь хороший. Большой. Говорят, если покатать баночку по столу, она потом открывается. Открывается. У меня как-то один раз получилось. А теперь не получается. Давай еще раз покатай. Не, просим будет. Не, не, давай лучше я вот. Давай я другой нож быстрам. Стаканчики сейчас еще. Я люблю. Мы лук не покатываем в столах. Заболтались. Давай и неси. Покрашу. Там, ближе, Саня. Пойдемте, по-моему, еще. Ну, давай сюда. Сейчас я сползну его. А ты еще не сползну. А долго у вас света не будет еще? По-моему, не знаю. А что, тут нет графика? Ну, по графикам тут... Графика есть, только мы его не знаем. А, конечно. Ну, я смотрела по графику, здесь на два часа отключают свет. Во всяком случае, черная, тот самый, ровно, рачка. А во сколько сегодня отключили? Я даже не помню. Где-то вот-вот уже должен появиться, по идее. А я вчера как застряла, а еще вечером спускаюсь на лифте. А котик говорит, я думала, вы вообще уже не будете спускаться, как по лифту. Я говорю, это не на Любу напал. Я говорю, буду только с телефоном. А как у нас, вся, ну, знакомая санта. Это зимой просто, когда вот свет включали, на работу спускалась. График не пошла, я пошла, как он будет. И сколько ты сидела? Я сидела 15 минут. Ну, у нас это самое, просто-напросто сосед лифтел. А-а-а, тебе повезло. Я позвонила Глебу, говорю, звони Юне, пусть выпускает меня. Кому-то не всем так везет, как тебе повезло, понимаешь? Ну, я уже на работу перезвонила, говорю, ну, это самое. Я в лифте застряла, так что могу опоздать. Глеб, а, вы положили уже сама? Оля, тебе сама. Так, ну. А пертачной будем звонить? Ну, света нету пока. А, светочной. Так она где сейчас? В Испании. В Испании. В калерии. Она же говорит, я, она же тогда ей звонила, она говорит, если я хочу вернуться. Ну, пока есть там защита, пока чего-то, этот самый есть, она сидит еще там. А, понятно. А Лена, Лена была в дурде? Не знаю. Ты сама сделала? Да. Некоторые твои рецепты надо... Многие твои рецепты. Надо Оля показать. У меня почему-то рецепты, особенно вот такие, они строго на глазу. У меня что-то осталось, осталось чуть-чуть перца, чуть-чуть помидоров, чуть-чуть зелени. Все в кучу, потом добавила сахар, соль, попробовала. Ага, нормально все, пусть будет. Грибочки еще Оля сделала, хозяйка. Оля, ты что, уксус добавляла? Куда? Сюда. Салат? Нет, шашлык. Ну, я с тобой говорила, что я его с уксусом мариновала. А, я с думаешь, что-то... В этот раз он был и яблочный, и обочный вкус. Угу. Это самое. Угу. Да. А дело ваше. Я тебе не показала самое главное свое, этот самое... Это достопримечательное свое. Ага, пион древовидный, да. Это, знаешь, какой? Ммм. Это тот, который у Ольги Ивановны в таком возрасте. Это его потомок. Как это ты так его еще сохранила? Это... Да, ты привезла? Я с Дайси привезла. Он у меня там посеялся в душе, я его долго не ловила, хурила, он у меня так само подрос. Угу. К концу сезона в прошлом году он у меня захерел. Угу. Но этот самый... В этом году приехала, он живой. У меня был... Мне... Я ни от чего так не радовалась, как от того, что... Я знала, что ты... Обязательно, если у тебя будет участок, рядом с Киевым, что ты заведешь древовидный пив. Я это знала. Потому что я помню, куда-то мы с тобой поехали, и ты так прям аж насчет этого древовидного... У меня древовидный пиво, но я еще когда их первый раз увидела в ботаническом саду, в этом самом, я просто влюбилась в них. Наверное, со мной, потому что я вот поняла, что ты древовидный пиво. Я просто влюбилась в них. Не говори. Это с плавленным сыром, да? Да. Чесночок, да? Да. Короче, салат Белочка. Салат Белочка, да? Да. У тебя тоже так называешь Белочка или нет? Нет, я просто этот самый его называю салат с плавленым сыром. А, понятно. А я называю Белочка. Съешь и ставишь Белочка. И Белочка прибежит. И Белочка. Тортик Жиночча примха называется. Такой вот тортик. Я вообще-то всегда обычно рошеновские беру, а это сегодня просто магазина не было с рошеном. Этот самый... Ну, название меня так... Ой, за название, да? Да, да, да. Жиночья примха. Нету электричества еще. Еще нету. Значит, дольше у вас будет. Смотрите, с маком. Вот эти последние два коржа с маком. А помнишь, как мы в походы ходили? В кончу заспу. На три ночи, да? Да. Две ходили, ночевали. Боже мой. Сейчас мне скажи. Я помню, как мы возвращались через этот самый... Через собачок. Через забор, да? Боже мой. Где у тебя пикало тогда был? Сережа. Как фамилия было у Сережи? Я не помню уже. В Израиле, Игорь Писаренко был. Не Писаренко. Писаренко. Игорь Писаренко был. Не Писаренко. Ты забыла. Игорь, я его... Хорошо так фамилию помнила. Ой, да. Господи, я его... Вот, видишь, что не помнишь. Как-то его... Ну, он тоже, по-моему, на П. Как-то фамилия было, вот я не помню тоже. Но не Писаренко это точно. Интересно, жив он или не жив? Не знаю. Много интересного... Я помню, как мы когда Шару раз ходили, дождь идет, пришли. Кто-то там проверял чего-то, этот самый. Вы все тут, да, я нас еще там, этот самый. Сидит двое, Игорь и, этот самый, и Витя. И тут даже... А ловили? И двое, и двое девчонки. А, а, ловили этих самых... Ловили рыбу, он с пистолетом ловил. И как увидел, что полиция приехала, он кинул, пистолет утопил тогда, помнишь? Да. В кончезаспе где-то там, он был. Это самое, а потом говорят, выходите из этого, и сидят, возле костра двое, двое ребят, двое девчат, и вылезают еще трое девчат из палатки. А помнишь, как мы... Таня из Мукуса приехала, ты и я в одной палатке были. А кто ж такой лупит? А они говорят, а что... А они ночью оставили все на улице, и все съели их животных, что-то съели. А у нас это же... Таня, она же такая все... Хранила, оказывается, все на следующее утро говорит тихо. А я говорю, ой, у нас есть кушать, идите сюда. А Таня у меня такой кулак, чеки, Нина, это нам. Мы должны съесть все. Я говорю, ну ничего себе. Ничего себе, мне поделиться надо. Ты не помнишь? Вот когда ты начала рассказывать, вспомнила. Да, да, было такое. Потом еще мы... Ну много что интересного, конечно, было. А вот девчата, Света Запорожская была интересна. Вот где эта Света сейчас Запорожская. Потом... Лариса Капелевна. Валя Морозова. Валю Морозову. В Белой Церкви. В Белой Церкви. В Белой Церкви. Я когда работала в киоске, рядом со мной работала женщина. Ага. Вот эту самую мясом торговала. И что-то начали разговаривать. Зашел разговор об адресе Горького 48. Ага. Она говорит, ой, я там жила. О, говорю, у меня подружка там жила. Говорит, это как подружка. Говорит, говорю, Валя Морозова. Она говорит, так я ее знаю. Мы вместе с детьми гуляли. Такой маленький зеленый шарик. Говорит, Киев, большая деревня. Все равно где-то, где-то с кем-то, когда-то пересечешься. Потом, как ее звали? Вот эту жену такая, гимнастая. Наташа Дмитрова. Дмитрова. Дмитрова Наталья. Наташа, да. Потом Сосновская Елена. Сосновская Елена. Это мы мастер световод-декоратов. Вторая группа у нас была. Да, да. Ты помнишь? Вторая группа. А первая, я даже не помню, кто там был. Я тоже не помню. Почти. Ну, двоих только помню. Все, больше никого нет. Все со мной работали. А так? Где ставить? Ставьте сюда. О, теперь можно на стол поставить. Да. А Аня Волынская сейчас в Германии. Рита Дю. А вот Рита Дю как раз была и в первой группе. В первой группе она была. Единственное, кого мы знаем, это Риту Дю была. Потом, значит, кстати, Рита Дю у меня есть на Вике. Еще она хе готова. А она всегда стеснялась и, ну, чтобы не быть в кадре. Потом, значит, кто еще у нас? Капелюх Лариса. Капелюх Лариса. Капелюх Лариса. Оксана Макаренко. Оксана Макаренко. Вместе с ней дружили тоже. Где все? Да, не понятно. Ой, а помнишь этот самый еще Вика Репина и... А, точно Савельева. Савельева Лена, да. Лена, 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 Лена. Откуда они? Я не помню. Гайсин? Да. Гайсин? Гайсин, да. По-моему, Гайсин. Оля, у меня к старости память пробила. Никогда ничего не помню. Алена Бовдур из... Алена Бовдур. Она из Гайвар она была. Гайвар. А те девчата из Гайсина. Из Гайсина. Потом еще были у нас Оксана Латманидзе. Тоже бы хотелось ее увидеть. У нас в основном была группа. У нас в основном были из Киева девчата. Из Киев. И из таких вот каких-то, как минимум, из районов, центров, областных центров. Ну, из других городов. Да, из других городов. Из других стран. Альбина Блащук, она тоже у нее папа военная. Альбина Блащук, да, да. Кстати, у Вики и Лены Савельева, и Вики Репина, они же тоже дети военных. У них тоже отцы были военные. А Вика же в Зеленстрое работала, кстати, последний раз. Я приезжаю. Я жила на Семиренко. У меня соседка Оля была письменная. Сережа с письменной. Они меня пригласили к себе на юбилей. Где-то в Титиеве. Или не Титиев, в какой-то город. Ну, возле Титиева, короче, там областной центр. Как же он называется? Рядом с Таней там. Я приезжаю туда, и Вика, приезжает Вика наша. Я говорю, Вика, ты откуда? Она говорит, а когда я вместе с Олей работаю. Говорю, ничего себе вообще. Ну, и как-то все. И мы потерялись, опять потерялись. Ну, хотелось бы все получать. Конечно, которые с нами учились. А еще хотелось бы, как мы с тобой работали в Зеленстрое. Помнишь, первый год? Анна Ивановна. Это был нашу этот сам опытовой коллектив. Это были наши мамы. Наши мамы учили нас пить горелку. А я говорю, я больше... Один оголоточек шампанского, 17 лет у меня и была. А они говорят, так, Люба, еду убираем, пей варилку. Помнишь, я была на Селен-фуфайку мы с тобой? Мы не будем. И ты ж тогда вообще не била, да? Так нам было бы 18 лет тогда. Что же так случилось? А через форточку, как мы с тобой лазили, помнишь? Боже, сколько у нас приключений было. Вот даже зрителям можем рассказать. Как-то Машу, помнишь Маша? Да, да, да. А какая фамилия была? Маша. Короче, один раз приходит эта Маша. И все же знают, что никто не ворует, как бы, в нашем коллективе. Никто никогда не воровал. Коллектив маленький был некому. Да, ну что, Анна Ивановна, Любовь Николаевна Гриненко, Оля, я и Маша. Вот пятеронку, пять человек. Приходим, а мы с Олей забыли ключи обои. И забыли ключи, пришли в бытовку, у нас бытовочка для переодевания была. И такая, ну, ключи. Не взяли ключи. Есть, да, магазин там, надо поехать на Клименко на улице. И такая форточку, мы с Олей открыли форточку и давай пролазить. Оля, я к вам худая была, я пролезла в эту форточку. И ты пролезла в эту форточку. Мы пролезли в эту форточку. И там переодели, что-то и вышли, и что-то такое. Ключи уже мы нашли, короче, вышли. И в тот день Маша говорит, у меня пропал кошелек. Помнишь? Это случай, помнишь? Помню, помню. Говорит, потерял кошелек, кто был в бытовке. А мы говорим, ну кто? Люба была и Оля. Лезли через форточку. И все до нас было. А Оля на меня, я знаю, что Оля никогда не сворует. Мы знаем точно, что не я не обидел. Да, да, я знаю, что Оля никогда не сворует. Ни копейки. И она знает, что я не сворую. И мы с Олей обижены. А они втроем на нас смотрят. Хотя они знают, что мы не воры тоже. Ну нет кошелька и все, ну куда делся. Она говорит, я вот здесь на столе оставляла. И был кошелек утром, нету кошелька, нету кошелька. И что вы думаете, оказалось? Когда мы пришли на следующий день на работу, приходит Маша на работу и говорит, а его действительно не было. Я его в холодильник положила. А она, оказывается, брала свой обед и в холодильник этот кошелек положила. И закрыла дверцу холодильника и уехала. Ну, кстати, она так и не извинилась перед нами, что она... И так это было обидно, что она... И мне больше всего, что было обидно, что как они могли подумать на нас? Мы же... Они же так на нас смотрят. Ну, мы... Да, мы как... Не, ну да, мы... Мы как самый младший, залезли в форточки. Маша вместе с нами тоже пришла в одно и то же время. Мы пришли на работу все приблизительно в одно и то же время. Анна Ивановна и... Это были золотые люди, конечно, золотые. И Маша, и... Они были для нас как мамы. Они нас вообще... Всему жизни. И в том числе и сапогонками. В том числе и сапогонками. В то же время мы не спились, мы не стали алкоголиками. Да, да, да. А хозяй, как они нас рецепты мы писали, готовили. Каждый что-то выготовлял. Рассказывали, что, как. А еще это... Я помню, что мы копаем клумбу они. Так, Люба, Оля, мы всегда младшие. Идите очередь занимать, и мы придем. Вот, уфайка. Ну, в этом все приходим. Ну, было интересно. Были такие... Я сейчас... Я тут мясо птицы было, помнишь? Птица-яйца. Птица-яйца. Были, были. На месте клумбы этот самый домино-спица стоит. А ты не помнишь, как мы с тобой когда-то... Или это тебя не было со мной. Возле кладбища, вдоль кладбища мы убирали бумаги. Пошел дождик. Пошел дождик. А я была в красном платочке. Я не знаю, где этот платочек взялся. И он начал линять. И он начал линять, и у меня как будто... Один мужчина идет, а я возле кладбища. Рано-рано, утром. Я возле кладбища, и у меня красная течет краска по лицу. Он от меня убегает. А я не пойму, что, понимаешь? Не пойму, ну дождь идет, все. Потом как вытерло, смотрю, у меня все красное. Оказывается, это у меня краска течет, а я бумаги тоже собираю, а все у меня течет. И тогда ты была рядом со мной? Нет. Раз ты была рано утром, значит, меня тогда еще не... Рано-рано утром шла, прибирала. Мы обычно днем с тобой там ходили. Мы всегда с тобой, видите, всегда ходили. И убирать, и копать, и сопать. Еще только все время вместе ходили, правильно? Да. Да, и вот такие вот дела. Ладно, не будем утомлять своими долгими разговорными вспоминаниями, потому что вспоминать много-много-много что есть. Это ж столько жизни, да? Столько жизни. И все равно вот почему-то плохое не вспоминается. Ну да, плохое ничего не вспоминается. То ли его не хочется вспоминать, то ли оно на ум не приходит. Ну, такого сильно плохого-то и не было. В принципе, да. Ну, что там? Я вспоминаю, что... Дружно мы жили. Я помню, что мы всегда вместе бригадой. Ну, тетя Люба, надо как-то бы и съездить к Люде. Надо. Я сейчас рядом с Компетиней живу. Да? А, да, да. А что ты не зайдешь ни разу к ней? Не знаю. Рядом живешь и не зайдешь. Я уже не помню где. Может, она на даче сейчас живет. У них в даче есть. Да, в этом, как это... Ну, Тартачная, ты знаешь, что ты Тартачная. Хотя сейчас ты Гайдуковая. Привет, Гайдукова Тартачная. Тебе привет в Испанию. Мы передаем. Надеюсь, надеюсь, ты когда-нибудь появишься на моем канале. Мы тебя познакомим со зрителями. Оля, передо мной. Зрители, наверное, познакомим с тобой. Да, да, да. Дозвониться к тебе, к сожалению, не могли. Выключить свет. Света нет. Света нет. Интернета нет. Леночка, тебе привет. Давай, Оля, помажем. Лена! Ты еще много чего не показала. Ну, мы еще покажем. Смородину не показала, крыжоник не показала, малину не показала. Что ты там еще... Ну, да, да, да. Еще что-то ты говорила, у тебя дикованное. Ёж-то, да, да, да. Ёж-то, да. Да. И на Ёж-то приехали. Мы уже в Киев приехали, уже кофе пьем в Киеве. Роза, что? Роза, вижу Розу, говорю, Роза. Оля, расскажи, какие планы у тебя по даче? Хочу сделать ронсавтный, не знаю. Что точно, не знаю. Хочу что-то такое, чтобы было и глазу приятно, и ухаживать много не надо было. Думаю, что такое возможно. Надо просто подумать под этим. Ну, и вот понимаешь, ты же работаешь, когда у тебя это будет время, это все делать. Я буду по технику, буду брать отпуск и буду делать потихоньку что-то. Работаю я два через два, поэтому как-то можно этот самый. Можно будет, да? Этот, освою машину до конца, буду ездить на машине. Больше времени будет на то, чтобы что-то сделать. А мы с вами, зрители, будем следить, что там Олечка делает. В этом году уже, наверное, ничего. В этом году, естественно, ничего. Придет зима, будем думать. Давай. Все, всем счастливо. А мы с Олей пьем кофе и дальше все вспоминаем. Спасибо. Спасибо.